Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Норильске снесли две дымовые трубы бывшего никелевого завода. Работы проводились по плану демонтажа старейшего предприятия Норникеля, которое было закрыто в 2016 году. Каждая из этих труб относится к уникальному железобетонному сооружению. Высота одной 150 метров, второй 180, а вес почти 20 тысяч тонн. Подготовка к демонтажу этих гигантов длилась около шести месяцев. Подрядчик составил проект работ, согласовал документы с учетом требований безопасности. В ноябре 2022 года получил разрешение от Ростехнадзора на проведение взрывных работ. В основании дымовых труб в сторону планируемого обрушения специалисты прорубили отверстия, заложили заряд и взорвали. Вынос магистральных сетей энергетических позволил произвести демонтаж дымовых труб методом направленного обрушения. Экономически целесообразные. Плюс этого метода – это в сроках и в стоимости. Весь комплекс работ по демонтажу никелевого завода рассчитан до 2025 года. Оставшиеся три трубы снесут тем же способом в ближайшие два года. До девяти лет лишения свободы за незаконный сбор и уничтожение растений, занесенных в Красную книгу. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. Депутаты предлагают ужесточить наказание за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений, занесенных в Красную книгу. К ответственности будут привлекать лиц, которые совершили преступление с прямым умыслом, а не по неосторожности. Максимальный срок лишения свободы – до девяти лет. При этом в документе не сказано, как будут устанавливать умысел и как будут ловить злоумышленников. По мнению авторов, законопроект поможет унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты не только особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, но и объектов растительного мира. Отметим, в настоящее время уголовное законодательство содержит нормы, устанавливающие повышенную ответственность только за уничтожение редких животных. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Павел Крашенинников, отметил, что реализация новой нормы повысит эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в Российской Федерации. Актировки для школьников – не повод для отдыха. В это время во многих классах идут учебные занятия. Только дистанционно, по видеосвязи. На этот формат работы перешли большинство школ Норильска. Наша съемочная группа побывала на одном из таких уроков. Варвара Мамеева учится в шестом классе. В сильные морозы родители не рискуют отправлять девочку в школу, но ученица не унывает. Благодаря современным технологиям Варя может учиться дистанционно. Этот формат обучения ей нравится даже больше, чем обычные уроки. Мне больше дома удобнее. Если сестра не мешает, то дома удобнее. Другие ученики говорят, что учиться любят и в школе, и дома. Но из-за долгих актированных дней успевают соскучиться по одноклассникам. Мне, если честно, без разницы. На сегодня я пришел, потому что захотел пообщаться со своими друзьями. Но дома тоже удобно. Интересно. Жизнь на севере, когда зимой на улице часто стоит мороз до минус 50 градусов, учит норильских педагогов быстро адаптироваться. Если раньше в актировке дети просто сидели дома, теперь же учебный процесс не прекращается. Занятия идут на базе интернет-платформ. Но учителя всегда готовы к тому, что некоторые школьники все же придут на очные уроки. Первое слово. Червячок в окончании. В окончании пишем. Стоп. Все согласны, что в окончании? А, это суффикс. Суффикс доказывай. Масштабный переход на дистанционку случился во время пандемии. Теперь же этот формат в полной мере используется во всех школах города. Учителя видят в этом одни плюсы. Самым существенным и положительным моментом, по мнению педагогов, является полный переход школ Норильска на платформу «Электронный журнал». Это не только онлайн-уроки, это и обратная связь организована, это и тестирование с автоматической проверкой, и выполнение домашних заданий. То есть на сегодняшний день школа полностью готова к проведению дистанционного обучения. Для обратной связи с учениками и их родителями с помощью электронного журнала педагогу достаточно сделать пару кликов. На платформе можно подготовить индивидуальный отчет об успеваемости ребенка. Дистанционный режим учебы – это не только про удобство. Специалисты управления образования отмечают, что удаленные дети учатся даже немного лучше, чем в школе за партой. Опасались, что они не будут способствовать повышению качества образования. Но мы констатировали факт, а цифры – это дело такое, с ними не поспоришь, что качество обучения в период использования дистанционных технологий не падает. И мы это подтвердили периодом пандемии. Целый год, а то и больше мы учились дистанционно. И цифры нам показали, что ни качество образования, ни успеваемость не упали, а только чуть-чуть, но подросли. В управлении образования говорят, сейчас в школах созданы все условия для того, чтобы дети, несмотря на метеоусловия, могли не прерывать учебный процесс. Выбор лишь за родителями – либо вести свое чадо в школу на очные занятия, либо обеспечить школьника компьютером и доступом в интернет для посещения школы онлайн. Дарья Каменских, Александр Вори, Норильские новости. На Таймыре в третий раз состоится этап чемпионата мира по холодовому плаванию X-Waters «Енисей-2023». Заплыв запланирован на 29 июля на реке Енисей. Но уже сейчас желающие могут зарегистрироваться на профессиональную теоретическую и практическую подготовку. Занятия по экстремальному плаванию проведут спортсмены со всех уголков страны, в том числе знакомая норильчанам Наталья Васильева – рекордсмен России по зимнему плаванию. По итогам обучения специалисты отберут 30 сильнейших, которые представят на чемпионате сборную Таймыра. В этом году организаторы оставили только две дистанции на выбор – 500 метров и 3 километра. Теоретические занятия стартуют в конце января в Норильске и в Дудинке. Подробнее о регистрации можно узнать на сайте Агентства развития Норильска. Белый медведь Диксон впервые вышел на охоту. Зоологи запустили в бассейн мишки живую форель. Диксон оказался настоящим охотником. Он тут же заметил добычу, загнал ее в угол, схватил зубами и начал грызть. Специалисты говорят, то, как ловко медведь расправился с форелью, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты. Скорее всего, его научила мама. Теперь Диксону будут чаще устраивать охоту. Это поможет дополнительно стимулировать подвижность медведя и развивать его животные инстинкты. Напомню, белого мишку нашли этой осенью на Диксоне. Медведь был ранен, у него не двигалась нижняя часть тела. Сейчас он проходит реабилитацию в московском зоопарке. Норильск ТВ, как всегда, есть чем удивить, развлечь и чему научить своих зрителей. На этой неделе в эфире нашего телеканала вас ждут захватывающие фильмы, познавательные передачи и, конечно, концерты. Для любителей документального кино Норильск ТВ приготовил цикл фильмов «Путешествие в деталях. История Сибири». Авторы – специалисты Таймырского краеведческого музея из Дудинки. Рассказывают о ключевых событиях, происходящих в разные годы в северной части нашей страны. Смотрите передачу в эфире нашего телеканала в среду днем. Обычно говорят о том, что шаманами становились только по мужской линии. Хотя нет, среди Нганасан были и женщины-шаманки. В понедельник в 21.00 смотрите художественный фильм «Затмение» режиссера Ивана Корзайя. В главных ролях – Александр Петров, Диана Пожарская и Сергей Бурунов. Картина рассказывает о необычной истории любви. Неунывающий авантюрист Алекс попадает в аварию и знакомится с Таней, в которую тут же влюбляется. Это происходит не случайно, как и то, что они оба попадают в студию, где снимают телешоу про экстрасенсов. Во время прямого эфира программы выясняется, что на Таню наложено заклятие. Она обречена на одиночество и отчуждение со стороны близких. Алексу предстоит сделать нелегкий выбор. Избавить девушку от заклятия можно только добровольно взяв его на себя. И это может стоить ему жизни. Люди, у меня есть реальная сила. Я провел этот ритуал на глазах миллионов. Отныне мои силы безграничны. Дуэль закончена. Во вторник вечером Норильск ТВ покажет зарубежный художественный фильм «Короче говоря» режиссера Джоша Лоусона. Захватывающая романтическая комедия повествует о жизни простого парня Тедди. Тедди прокрастинатор. Всегда опаздывает, постоянно находит отговорки, чтобы избежать своих обязанностей. И не ценит ни свое, ни чужое время. Но проснувшись однажды после свадьбы, он понимает, что каждые сутки перескакивает на целый год жизни. Теперь главному герою предстоит побороться за любовь и научиться по-настоящему ценить каждый миг своей жизни. «Ели у Емели» – это кулинарная передача для всех, кто любит готовить. Шеф-повар и фуд-продюсер Василий Емельяненко покажет, как приготовить идеальное блюдо для семейных посиделок. Программу смотрите утром в четверг. Я-то буду пробовать, да, для того, чтобы понять, как у нас все вкусно получилось. Вы знаете, я вас обманул. Честно признаться, это вкуснее, чем я ожидал. «Пушкин Комьюнити» – это большой живой концерт рок-музыкантов. Его гости – известные в России музыканты. Анатолий Алешин, Владимир Кузьмин, Сергей Тяжин, Сергей Трофимов, Артур Беркут, Александр Иванов и другие. Смотрите первую часть концерта в субботу вечером, а вторую часть в воскресенье вечером в эфире Норильск ТВ. Артем Тютюников, Надежда Балдакова, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Телефон редакции 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!